Чтобы король слизней также весело пропрыгал в вашем мире террари, конечно нужно поставить большой пальчик вверх под этим видео, как вам были показаны на видео. И самое главное, слайма можно призывать аж на тремя разными способами. Давайте самое простое. Первое, он может сам по себе появиться на последней шестой части карты. Проще говоря, открываете карту, находите край мира, обычно там океан, и вот там он может заспавниться. Но спавнится он только во время дня, только на траве, только если есть свободное место, чтобы он заспавнился. Все, других вариантов как бы с этим нет. Конечно, вы можете сделать финт ушами и построить много-много травянистых платформ в конце мира, на окраине мира, чтобы он заспавнился по высокой доле вероятности. Но если честно, я такого явления не встречал ни разу, это крайне редко происходит. Тем не менее, знаете, что такое тоже дерьмо происходит, бывает. Второй вариант более интересный. Так, ребятки, секундочку. Суть в том, что, кстати, можно увеличить шанс появления этого слайма, там, выпив зелье, боевое зелье, которое увеличивает спауну любых мобов, в том числе и нашего босса. Потому что по испауне на окраине мира он будет числиться как обычный редкий моб. Соответственно, все способы увеличения спауна мобов тоже годятся для нашего случая. Второй вариант, это найти такой эвент, называется дождь из слаймов. То есть, сверху на вас падают слаймы, это как дождь, но только из слезняков. Вам во время нужно убить 75 слаймов, если вы уже призывали короля, или 150 слаймов, если вы ни разу не призывали короля слаймов в вашем мире. И после этого появляется король слаймов. Третий вариант, мы собираем 5 кусочков железа, золота, из них крафтим 5 кусочков золотые слитки, так, это получается 20 золотой руды, становится рядом с, так, не верстаком, да, нам нужен верстак, подождите. И собираем 5 рубинов. Рубины встречаются под землей, как и золото, просто хорошенько поищите, вы найдете. Рубина выглядит вот так вот. Теперь смотри, дальше нам понадобится обычная наковальня железная или свинцовая, и в ней мы крафтим из рубинов и золота специальную корону слезняка, такого золотого, ну она как золотая корона для слаймов. И мы можем заспавнить слайма с помощью этой короны везде, в любой точке мира, где угодно, когда угодно, при любом цвете, освещении, все что хотите. По-моему, это классно, клювы, интересно. Так, ребятки, и еще нам понадобится, после этого сделали золотую корону, и отправляемся, собираем 20 кусочков гелия, который выпадает, находим демонический алтарь в сером биоме, вот так вот. Из этих 20 кусков слизи и золотой короны крафтим непосредственно корону слаймов. И вот этот король слаймов, уже, как сказать, корона слезняков-то как раз и позволяет нам крафтить слайма. Левой кнопкой мышки клацаем в любой точке экрана, и вроде бы должен заспавниться. По-моему, он хоть где-то застрял. Он меня так пухает. Это хитрец может телепортироваться, вроде бы. Это один из самых простых боссов в терроре, который только можно было придумать. С него выпадает несколько полезных ништяков, и, в принципе, он не нужен для прохождения сюжета, от слова совсем. Поэтому убивать его или нет, это ваше дело. Все равно, навстречу с вашим повелителем луны, он это никак не влияет. Что еще интересного можно сделать? С этого слайма еще выпадает... Ну и вообще, лучше его убивать любым дальнобойным оружием. Тоже ружье покупить у армдилера, как это переводится на русский. Короче, у оружейника. И, наконец, третий вариант, который я вам сейчас показываю, это дождь из слезняков. Как видите, они разноцветные, такие веселые, они падают с неба. Просто убивайте. Вам нужно убить 150 слаймов, если вы никогда не в жизни не призывали короля слаймов. И 75 слаймов, если вы уже хоть один раз его призывали. Этого, в принципе, 150 слаймов в любом случае вы убьете за время эвента. Так что не волнуйтесь, просто убивайте слаймов, вам хватит нужное количество. Также не забывайте, что в описании под видео заходим на героншоп.ру, покупаем тешевый террарио и майнкрафт. Не забывайте, что скоро майнкрафт поменяет систему аккаунтов, поэтому аккаунтов все подорожают резко. И те, кто купит аккаунт сейчас, получат потом бесплатный плащик от маджангов, как и любые другие владельцы старых аккаунтов в майнкрафте. Это об этом чуть-чуть попозже, заходите в паблик, там новости есть. В новостях в закреплении висит новость про вот эти аккаунты. До встречи. Ролики выходят каждую субботу, пятницу, воскресенье. Ролики выходят каждую субботу.